Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу вам рассказать о новой люлечке от компании Cybex. Ее полное название Atom B2 iSize. Это люлечка... Вообще, если знаете чуть-чуть в теме, сейчас наверняка это все изучаете, то понимаете, что у Cybex люльки группы 0 с рождения до года, ну это я просто округляю, это, наверное, одни из самых лучших люлек на рынке. И у них очень крутое соотношение цена, качество и безопасность. Я сейчас не преувеличиваю, это всегда было так. Поэтому вот еще один яркий представитель. За минимум, она реально недорогая, получить максимум безопасности и технологий, которые есть у компании. Здесь усиленная боковая защита, новый стандарт iSize, классные краш-тесты. На атаке же есть в этом... Причем очень высокие оценки, друзья. По ссылочке внизу на Мир Автокресел пройдите, у нас там есть ссылочка на АДАК, поэтому пройдите, посмотрите. Поэтому очень достойное, внимание, люлечка. Кстати, к ней еще можно докупить базу Isofix, чтобы ставить ее на базу. Ну, соответственно, база тоже каких-то денег стоит, но еще один огромный плюс этой люлечки, к ней база стоит недорого. Полноценная Isofix платформа. Поэтому ссылки внизу я на все это добавлю. И, соответственно, там можете все изучить. А я вам сегодня покажу, что она из себя представляет, как ее можно пристегнуть ремнем без базы. С базой там все просто щелкнули и все. Вот. И, соответственно, разберемся с ней рекламные всякие буклетики. Вот, собственно, друзья, смотрим. Здесь не пятиточечные ремни, а трехточечные ремни пристегивает ребеночка. Спиночкой у нас есть вот такой вот дополнительный матрасик анатомический. Вот. И это делает положение ребенка очень правильным. Как я сейчас держу, ребенок так в автомобиле не ездит, естественно. Он у нас вот так вот. И здесь достаточно ровная поверхность получается. Головка все равно будет согнута. И он такой полусогнутый, скрюченный получается в люльках. Но, друзья, это правильное положение при ДТП. В ДТП в автокресле ребенок должен быть обязательно вот такой вот полусогнутый. И по этой же причине нельзя долго возить детей в автолюльках. Это как бы правильно в ДТП. Но просто так в ней находиться без дела лучше не стоит. Ходить по торговому центру, вот это вот все. У Сайбекса есть для этого другие люльки, подороже, конечно, которые могут раскладываться горизонтально на коляске. Вот это круто, конечно. Но это в автомобиле даст вам максимальный уровень безопасности достаточно. Смотрите, также у нас здесь есть полноценный, полноразмерный регулируемый по высоте подголовник. Высота ремней сразу же регулируется у нас вместе с подголовником. Поэтому положение ребенка здесь отличное. Анатомически Сайбекс люльки всегда классные. Тут как бы, знаете, у них даже слабых мест, как таковых, нету. Если вдруг вы все-таки захотели поставить на колясочку, есть вот такой вот классный большой козырек от Солнышка. По-моему, все окей. Вот. Соответственно, все стандарты и сайзы 4404. Здесь все это есть. Так. И что еще у нас тут я вам не сказал? В принципе, все. Да. Так. И смотрите, по креплению. Самый важный момент, друзья. По креплению. Если мы ставим ее без базы Isofix, здесь нужно это делать ремнем. Делается это все достаточно просто. На картинке сразу все не понимают, что там нарисовано. Но вытягиваем ремень, пропускаем его вот в этот зеленый направляющий, который сейчас вы увидите, откуда я провел ремешок. Все. Защелкиваем. А вот верхнюю часть ремня мы проводим вот здесь, специальным направляющим, вот с этой стороны. Вот так пропускаем его. Проводим там. Вот так вот. И после чего нам нужно всю эту конструкцию хорошенько натянуть. Обязательно натягивайте, друзья. Ремень везде должен быть как струна. И, соответственно, вот в таком случае оно установлено правильно. Если оно расхлябано, то лишний ход в ДТП будет у кресла. Этого допускать нельзя. Что еще можно сделать, чтобы все это более долго держалось натянутым? Вот сюда, вот в это свободное место, можно даже какое-нибудь полотенце скрутить. И вот сюда вот запихнуть, чтобы оно там как распорка служило. И тогда все будет намертво, достаточно долго стоять. Вот. Вот, собственно, как скрепить мы с вами разобрались, друзья. А на базе, как я уже говорил, с этим все очень просто и легко. И, по большому счету, все, что я хотел рассказать по люльке, друзья, я вам рассказал. В автолюльках особо нечего рассказывать. Очень все просто и понятно. Каких-то сложных конструкций нет. Ручка, естественно, регулируется. Но очень рекомендую именно с рождения. Всегда используйте, желательно, не универсальные какие-то кресла. Там 0.1, 2.3, 0.1, там вот это все. Там есть, конечно, хорошее кресло. Но правильно, я считаю, всегда использовать именно автолюльку. Лучше сначала жизни ребенка, максимально его безопасить. Потому что он самый хрупкий, первый год жизни. Он вообще только формируется весь. Поэтому лучше люлечку. А дальше уже выбирайте. Там уже можно будет что-то универсальное взять. Вот. Ну, а выбор, естественно, за вами. Ссылка, напоминаю, внизу на это кресло в описании есть. На базу Isofix я тоже добавлю ссылочку на вот эту. У меня на YouTube, в YouTube выйдет шортс небольшой с этой люлькой и с базой. Там я быстренько это все покажу. Если интересно, подписывайтесь на канал, на мой. Есть вопросы, пишите в комментарии, отвечу. Ну, а вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok